Субтитры сделал DimaTorzok Мочить друг друга, короче, будем, да Там нельзя врезаться, но мы справимся Да, но мы постараемся врезаться Хоть в кого-то Хоть в кого-то, хоть в кондюр Хоть кому-то врезать, да Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Из такого популярного вопроса, который мне задается, наверное, в день по раз 20, это сколько атаки нужно Роуку для фарма, нормала, хела и так далее. Это зависит от прокачки ваших рун, от прокачки ваших зданий тоже. То есть многие думают, что у них здания по одному левелу раскачаны, у ихнего Роука там полторы тысячи атаки, почему же он не фармит хел? Наверное, потому что у вас здание ни пятого, ни десятого уровня, а это тоже как-то учитывается, знаете, прокачать огонь и добавить 21% к любому огненному монстру к атаке, так еще и прокачать атаку, которая там тоже около 15-20% дает, а в сумме это 35% там около того атаки. А 35% где вы возьмете? Вот так вот просто от фонаря, если у вас руны уже очень хорошо проточены. Конечно же, вам дадут эти статы здания, плюс, возможно, какая-то лидерка, если вы качаете корм, и у корма есть там приятная лидерка для Роука, типа там на крит шанс, либо на атаку, это все очень приятно для Роука. Скажу так, то есть вам для комфортного фарма нужно либо очень много атаки, сколько, я не буду говорить, это полный бред, а то начнется опять нытье в комментарии, у меня столько, у меня столько, он все равно не фармит, мой Роук фармит при 1700, на ура, даже хел. Но хел, он иногда фейлит тупо из-за того, что у меня нету 100% крита. То есть у вас вариантов два, либо сделать ему максимальное количество атаки и забить на крит шанс, следовательно, не будет эта анимация, и по скорости вы будете проходить немножко быстрее, потому что не будет учитываться вот это время анимации, как он прыгает, вот эти замедленные порно съемки, вы понимаете, к чему я. Либо наоборот, собрать ему 100% шанса крита, при этом забить немножко на атаку, и при том, что он будет там иметь 50-100 крит дамаги, он будет выдавать еще приятную, ну чуть бы не в два раза больше дамаги. То есть тут вы должны сбалансировать и посмотреть для себя, как лучше. Но персонаж, конечно же, стоящий, и он есть, наверное, у 9 из 10 игроков вообще, играющих в эту игру, даже топов. Ну, редко кто его скармливал, все равно где-то он иногда понадобится, скажу так. И с помощью него я, конечно же, качаю до сих пор свой корм, и жалею о том, что не раскачал его раньше. По поводу, ну, Девилмонов я вообще не буду обсуждать, это, по-моему, бред, кормить Девилмонов трехзвездочных монстром. Но дело такое, перейдем к воде, перейдем к воде Икару, он падает в какой-то из локаций, я не помню точно, ну, в общем, тоже падает. Первый скилл почти такое же самое, но единственное, нет добавления мультиатаки, то есть здесь просто раскол, никакой мультиатаки. Второй скилл, атакуют вместе с другими, то есть такое же сплочение, точно такой же скилл. Но персонаж этот не то, чтобы интересен, либо ценится, но хоть чем-то там как-то себя заинтересует с помощью, конечно же, третьего скилла. Атакует врага и отражает атаку на один ход. Скажу так, если бы эта отражалка была бы хотя бы на два хода, это была бы тема. Но, с другой стороны, были бы, наверное, проблемы на харде башни, потому что там, когда Икар уходит, даже сам факт того, что он отразит одну атаку, это уже неприятно. Но не скажу, что он бы юзался бы чаще, знаете, все-таки немного чего-то вот не хватает. Вот сравнить воду с огнем, да, я понимаю, это разные стихии, если даже убрать это с учета, все-таки вода абсолютный корм и проигрывает в этом плане. Ну, серьезно, ничего интересного в этом персонаже нет. Единственное, что, да, лидерка там добавилась увеличить скорость атаки со свойством воды на 23%. Но, скажу так, это если вам очень там срочно нужно пробустить вашу водяную пачку, хотя это, по-моему, редко бывает. Но, все равно, персонаж не стоящий внимания, скажу так. И говорить, какие руны на него и все остальное, это, по-моему, абсолютнейший бред, серьезно, персонаж не стоит. Вот, если взять, так скажем, воду, его можно сравнить с таким персонажем, где он там, где он там, сейчас я вам покажу, Цербера воды. Цербер воды в этом плане более лейтовый персонаж и интересный. Почему? Потому что сейчас я вам покажу эвейкнутую версию, выполняет ярусную атаку совместно с двумя друзьями. А вот это реально круче, чем даже у того трехзвездочного монстра, потому что он сам атакует больно, плюс еще и двоих персонажей берет. Это реально круто, плюс двоим персонажем откатывает скиллы, а это тоже немаловажно. А представьте этого Тарка в Виоленте, и в дальнейшем я его хочу раскачать, конечно же, для Б-10 гиганта. Ну, если у меня там не появится третий, четвертый люшен. Итак, вернемся все-таки, где там наш Икарес, или как его там зовут, да, Икару. Ну, по поводу рун, поэтому я просто промолчу, даже если он у вас выпал в начале игры, но, уверяю вас, он не стоит внимания. Вы можете прокачать для дальнейшего корма, а если и во что его одеть, хоть персонаж и защитный, но можно одеть его там в хпшку какую-то. И вот тоже минус в чем, вроде бы персонаж как бы типа должен желательно наносить дамагу, да, ну а он сам по себе защитный. Поэтому атаки от него вы великой не дождетесь. Обсуждать его я не вижу смысла в дальнейшем, поэтому мой вердикт это полнейший корм. Едем дальше. Рамахан. Рамахан, нифига себе. Так, первый скилл тоже самое, просто раскол. Нейтрализация всех усиляющих эффектов выбранного врага. То есть, когда вы атакуете, вы вторым скиллом можете снять все абсолютно бафы с персонажа. Скажу так, если прокнуло, вы снимаете абсолютно все, не важно, будет один баф на персонажа, на персонажа врага, конечно же. Два, пять или там десять бафов снимается, все, если прокнуло и вам повезло. То есть, если сработал скилл. Что еще хочу добавить по поводу второго скилла? Этот же скилл будет у инугами света, поэтому разберу сейчас и не нужно задавать, я думаю, вопросов, почему я не рассказал про инугами света. Этот персонаж, если, к примеру, вы будете атаковать Хлою, и на Хлое будет висеть, ну, либо просто щит, вот этот непобедимость, через который не проходит дамага, и вы атакуете вот этим скиллом. Если прокнуло, вы просто этот баф снимете, но дамага все равно не нанесется. Да, это как-то обломно звучит, но как-то так. Да, то есть, тут уже судите сами, когда его стоит юзать, а когда не стоит. Третий скилл, скажу так, не читая его описание. Третий скилл в очень хороших рунах, да, он может ваншотать, есть куча роликов, где рамахан бьет и на 60 тысяч, и на 70, и не нужно сейчас вот так вот ушки распускать и думать, вау, качну рамахана, я же 31 уровень, я уже топ. Или я 40 качнул, я играю 5 месяцев в игру, у меня уже, наверное, есть топовые руны, а потом напишу Аракису, почему мой рамахан бьет на 20-25 тысяч, я потратил кучу маны, чтобы точнуть эти руны для рамахана, а он нифига не бьет на 70 тысяч. На 70 тысяч он может бить у некоторых людей, у которых играют по 2 года, либо очень много задонатили во всякие руны и тому подобное, да, когда есть у человека абсолютно топовые руны, тогда можно одеть и рамахана. Но опять же, есть уйма, уйма других монстров, на которых можно одеть эти же руны, и они будут более полезные и более обширные в плане ситуации, в которых их можно будет юзать. Поэтому по поводу рамахана, пожалуйста, вы можете послушать, но не нужно его там одевать, вы можете в смену рун одеть его и просто потестировать для себя, даже записать ролик, я его с удовольствием посмотрю. Но бегать с рамаханом, как основным там ДД, ваншотером и тому подобное, это, ну, на мой взгляд, бред и очень мало. Там один из миллиона людей, наверное, которых его юзает, назовем так, активно. Но все-таки разберем скилл, так как это гайд. Наносит урон врагу, пропорциональный своей защите. При гибели противника сразу же восстанавливает ход, чем ниже здоровье врага, тем выше степень урона. Его можно немножко сравнить со скиллом, ну, допустим, того же Эшира, допустим, да, но все-таки Эшир в этом плане более полезен. Почему? Потому что здесь скилл не откатывается, допустим. То есть вы, если кого-то убили, вы после этого можете походить либо первым, либо вторым скиллом, а дамаги они колоссальной не нанесут. Это понятное дело. То есть весь расчет на то, что вы ваншотните кого-то третьим скиллом. И скажу так, да, вот чем ниже здоровье врага, то есть, короче, если половина хп, то есть сильнее, намного сильнее вы ударите. И весь урон пропорциональный защите. То есть всякие бафы на защиту, максимальную защиту, если вы ему проточите. Допустим, такие уроны типа там, ну, не знаю, рейдж плюс блейд. И, допустим, поставим там защиту, крит дамагу, защиту. Это, конечно же, для него будет идеальный вариант. Еще и баф какой-то на защиту, еще и, допустим, лидерку какую-то на защиту, а-ля, я не знаю, ундина ветра. 40% к ветру, это неплохо, да, то есть такой более, не то чтобы бюджетный вариант, но добыть можно, назовем так. То есть тогда, да, дамагу он нанесет большую, но все-таки, все-таки после этого он превратится, скорее всего, в мясо, и его могут убить. С другой же стороны, если уже с третьей даже забежать, он персонаж жирненький будет у вас, конечно же, защиты будет много. В защите его юзать, наверное, вряд ли нужно, то есть сугубо для атаки. Но все же, мой вердиктом, кормом я его не могу назвать, потому что, если сравнивать даже с водой, это, блин, земля и небо, да. То есть Рамахан хотя бы может по жопе навалять, даже в каких-то посредственных рунах. А вода это такой полутанк, который... Короче, я вообще не знаю, нафиг он нужен. Рамахан, да, что-то может, но в очень хороших лейтовых рунах. Но очень хорошие лейтовые руны вы потратите на какого-то 4-звездочного, либо 5-звездочного монстра, которого более приятно юзать, и сфера его юзабельности намного шире. Итак, по поводу рун я рассказал. Едем дальше. Лидерка у него какая-то. А, скорость ветра. Понятно. Ну, Беладеон. Беладеон, естественно, считается абсолютным топом. Этот персонаж должен быть у каждого. Да, этот топовый саппорт, это универсальный саппорт. Если пробежимся по скиллам, и давайте начнем с этого, чтобы я не был голословлен. Вот первой атакой и так понятно, то есть накидывает раскол. Да, накидывает раскол. Второй скилл, захват, нейтрализация, в общем, то же самое, что и у ветра мы обсуждали. Снимает все бафы с одной цели, если прокнуло. Если прокнуло. Третий скилл, из-за чего отчасти, по большей части, целится, конечно же, Белка, Беладеон, пополняет индикатор атаки на 30% здоровья всех союзников. А, и здоровья всех своих союзников на 30%. Давайте я перейду даже к своей Белке и покажу по ней, чтобы вы видели в плане скиллов. Чтобы вы видели скиллы, как там, что и так далее. Кстати, да, при эвейке, вот вы видите, с 50% шанса того, что залетит раскол, он превращается в 100% шанс. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Но 100% шанс это срабатывание скилла. А вот повесится ли он на цель или нет, это уже зависит от точности вашей Белки и резиста врага. Не забывайте это. Так, 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 руны пока я не буду обозревать. Перейдем к третьему скиллу. Здесь, конечно же, часто мне опять же задаются вопросы. Написано, плюс 10%, плюс 10%. Многие считают, что... И, во-первых, тут два вопроса. Работает ли это на индикатор атаки? И как, насколько больше Белка будет хилить? Смотрите, расчет восстановления, когда он написан плюс 5%, плюс 10%, он всегда один и тот же для любого монстра в этой игре. Но это не работает, допустим, с такими скиллами, как, ну давайте, где бы показать... Давайте вот на люшение, к примеру, поставлю, да? Вот здесь 70% шансом. Если вы видите, здесь 15, 10, 5, в сумме выходит, сколько там... 30%, правильно? 30 плюс 70, здесь будет 100% шанс. Но опять же, резисточность, вы помните, да? Резисточность. А вот здесь, насчет подхила, механика совершенно другая. Смотрите, как все работает. То есть 30%, вот эти вот 10, точнее, процентов, рассчитываются от вот этих 30%, и работает это лишь на вторую часть. То есть на здоровье. Индикатор атаки не увеличивается в этом плане, только на восстановление вот, 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 здоровья. То есть у вас получится 30 плюс 3%, правильно? То есть 10% от 30, это 3. То есть выходит 33, и еще выходит... Вот здесь я точно уже не знаю, смотрите. Вот выходит, да, 33%, и плюс будет еще плюс 3, или будет плюс 3, точка 3. Ну это реально уже, согласитесь, это уже такие мелочи. Ну, я не думаю, что к ним стоит придираться, к этим 3 десятым и тому подобное. Ну, короче, там это в сумме даже в лейте это выльется там в каких-то 100, 200, 500 хп. Короче, это копейки. Но работает точно и 100%, вот, хотя бы по той теории, по которой я рассказал. То есть в сумме это будет 36, либо 36,3%. То есть вот так, но не 50%. Это на самом деле легко проверить. То есть возьмите белку прокачанную по скиллам и не прокачанную, и вы в этом плане убедитесь. Да, что еще хочу рассказать, и уже буду, естественно, показывать по своей белке, персонаж защитный. Но, извините, только полный лох его оденет в фулл защиту. Почему? Потому что персонаж хилит от хп с третьего скилла. И знаете, каким-то там Люшеном, каким-то там Валькирием и Арнольдом будет абсолютно насрать, сколько у вашей белки защиты. Пускай тут будет и плюс 50 тысяч. Он ее просто ваншотнит сквозь броню. Да, это так. Но если вы сделаете белке вот такое вот количество в приятное здоровье, ну хотя бы там, я не знаю, плюс 10 тысяч хп, эта белка уже будет такая более плотненькая. И сам факт, она будет себя сильнее хилить. То есть, если вы сделаете там 5000 защиты, и у вас будет 5000 хп, хилить вы себя сильнее не будете. Да, то есть, опять же, Люшену будет какому-то пофиг. А вот такое количество хп, допустим, 27 тысяч хп, не каждый Люшен пробьет. Действительно, не каждый Люшен пробьет. А если у вашей белки еще, если поговорить о рунах, здесь у меня одет. Ну, это зачастую такой лейтовый, стандартный комплект. То есть, виолент плюс контратака. Это выбор многих, многих персонажей, многих игроков. Но у некоторых есть даже две белки. Вторую белку одевают виолент плюс немезис. Что делает немезис? За счет потери хп вы пополняете атак бар. Следовательно, к примеру, ситуация, да, Люшен походил, или там какой-то другой дд по вас, по вам, белка выжила, белка подняла себе атак бар, после этого походила третьим скиллом, восстановила все ваше пати, ну, я не говорю на фул, на 36%, плюс еще и подняла атак бар. Следовательно, после этого ходит чуть бы не вся ваша пати и навешивает в ответ люлей. Вот это поворот! Согласитесь, теория хорошая, и на практике это действительно тоже работает. Не всегда, но работает. Это хороший вариант для белки немезис, так же, как и, допустим, для веромоса. Но это уже совершенно другая история. По поводу рун я оговорил лейтовый вариант, но давайте оговорим еще и, конечно же, бюджетный вариант. Бюджетный вариант это свифт плюс фокус, либо энерджи сет. То есть свифт, ну, свифт, я думаю, вы понимаете, скорость, прыть, плюс мощь. Блин, найти и руны бы еще заполнить. Плюс фокус, да, то есть белки, скажу так, по статам есть желательно. Ну, 32 для арены, да, соглашусь, это маловато. Для данжей более, ну, не скажу более чем достаточно, более-менее нормально. Вот 32 моих точностей. Конечно же, я хотел бы иметь под 50. 50 это, наверное, будет идеально везде. И для арены, и для ГВ, ну, на моем этапе, конечно же, игры. А так, ей желательно как можно больше ХП, и желательно скорости, ну, хотя бы плюс 50. Если у вашей белки там 15 скорости, плюс это убогая белка, и я не знаю, скормите ее, либо срочно поменяйте руны. Да, персонаж реально хороший, и стоит для прокачки его добыть. Это воскресенье, это данж света. Не нужно писать Аракису, а если у тебя СД, Аракис давным-давно эти СД не бьет, они ему нахрен не впали. Да, поэтому вы сидите на 100-130 канал, на любом из этих каналов, и просто ожидаете того, что выбит какой-то персонаж, выбит какой-то игрок этого персонажа, этого монстра. И не нужно писать Вася Дырчиков с китайскими символами «Добавь меня, пожалуйста». Нужно зайти в сообщество, нужно зайти в поиск, и нужно ввести его ник, и скинуть ему приглашение, если у него, конечно же, есть место. И тогда у вас появится шанс, что у вас появится белка в Кайросе, то есть если у вас добавилось, опять же, это информация для новичков, подземелье Кайрос, у вас вот здесь в секретном подземелье, если вас добавил этот друг, и у него еще есть эта белка, у вас отобразится этот инугами света, и у вас будет определенное количество времени, чтобы набить куски, а за эти куски его потом вызвать. Да, этого инугами. Да, по поводу этого персонажа, я считаю, много рассказал, и сейчас давайте перейдем, конечно же, к последнему представителю, это Тьма, персонаж Кро. Кстати, по поводу рун я не договорил, по поводу света, да, скорость желательно во второй слот, скорость ХП-ХП, либо скорость ХП-точность, если у вас много ХП, но я считаю, что точность лучше собирать в допах. Белки желательно от 25 тысяч ХП, но, опять же, это зависит от вашей стадии игры, и юзать ее, где можно, кстати, арена, ГВ, данжи, башня, да везде ее можно юзать, это тот персонаж, это бюджетный персонаж, трехзвездочный, которого достать, я считаю, легко, если вы не ленивая паскуда, не ленись, паскуда, тварь, а иди качай белку, и форми ее, да, то есть достать легко, так же, как и Бернарда, это один из самых топовых и юзабельных монстров в игре, достается легко, скиллы прокачать легко, юзабельность, простым словом, везде, да, юзать можно абсолютно везде, и если у вас нет этого монстра, пожалуйста, выбейте его, и не будьте нубом, дальше, Кро, Кро, блин, какая-то жаба, блин, Кро, 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 персонаж атакующий, прям странно, так, 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 а, вот здесь вы видите, при айвейке вы получаете буст первого скилла, атакует, ну, продолжительный урон на 3 хода, ну, такое себе, знаете, раскол плюс продолж, ну, да, как бы это типа приятно, особенно если в яйленте на 3 хода, 15% хп снести за 3 хода, бла-бла-бла, едем дальше, сплочение, точно такой же скилл, как у огня и у воды, насколько я помню, третий скилл, шрам, сосредотачивает атаку на раненых врагах, если враг подвержен ослабляющему эффекту, то урон увеличивается на 50%, скажу так, все-таки задают вопросы, его даже неко сравнивают с этим же представителем семейства, это ветер, но скажу так, ветер в топовых рунах выдаст больше дамаги, чем этот долбанный кро, поэтому если он у вас достался там, не знаю, СЛД, свитка, как-то там, я не помню, просто есть ли на него СДшка, по-моему, нет, не хочу гадать, в общем, если у вас появился этот персонаж, вы его можете оставить либо для коллекции, либо скормить огню, либо свету, да, и вы ничего не потеряете, третий скилл у вас никогда не выдаст колоссальные дамаги, и по началу игры, даже по началу игры, огненный монстр, огненный, то есть, рог будет для вас полезнее, чем этот кро, серьезно, то есть, не тратьте на него времени, рун обсуждать я даже не хочу, но бюджетный вариант, какие, наверное, лейтовые, это Фатал плюс Блейд, то есть, желательно, чтобы он накинул там какой-то ослабляющий эффект, не важно кто, то там, короче, когда будет какой-то, какая-то там ослабляшка на персонажа, то он нанесет типа на 50% больше урона, но по факту я видел ролики, ничем не удивил, я вот так вот скучно посмотрел эту всю фигню, короче, выписывать, что там кро может ударить на 100 тысяч не надо, он этого сделать не может физически, да, так что персонаж, ну, по моему мнению, корм. Три варианта, единственных, которые можно разобрать, это огонь, это ветер, ну, и свет, свет, конечно же, должен быть у каждого, качать огонь или нет, это сугубо ваше дело, я его раскачал, и не жалею об этом, он мне был нужен как фармер, и фармит он быстро, свет, я считаю, должен быть у каждого, у каждого персонажа, вы можете просмотреть любого топа, он есть, ну, либо хотя бы был, я не знаю, зачем человек тогда его скормил, либо он его просто спрятал, не знаю, в сундук, но этот персонаж есть у всех, да, и должен быть, это универсальный монстр, и за него я только лайки ставлю, да, мне просто проплатили, чтобы я о нем много чего рассказал, да, конечно же, огромное спасибо тем, кто просматривал это видео, надеюсь, чем-то оно было для вас полезным, если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рекомендуйте мой канал друзьям, видео скидывайте в группы, либо в диалоги, в которых вы сидите в вашей гильдии, буду этому, конечно же, рад, также я являюсь гарантом в этой игре, если у вас намечается какая-то сделка, куплю, продажу, обмен, обращайтесь ко мне, никогда не откажу, договоримся, все будет четко, также вы знаете, я консультирую в скайпе, по поводу этого, также вы можете обратиться ко мне в контакт, и мы обо всем договоримся, поможем, чем сможем, не забывайте заходить в нашу группу, подписываться, если вы еще не участник нашей группы, там много всего интересного, там вам ответят на вопросы, если я занят, либо просто другие люди, вы можете кому-то помочь, если вы считаете, что вы много знаете по игре, и почему бы нет, увеличивайте свою карму, также не забывайте, что вот внизу под видео, есть такая штучка, колесико, там шестеренка, как ее назвать, нажав на нее, у вас вылезет окошечко, и вы можете поставить галочку, что дает эта галочка, галочка дает вам пуш уведомления, на телефоны, телефоны, планшеты, я не знаю, с чего вы сидите, то есть вам будет приходить уведомление о том, что я запустил, там выпустил какое-то новое видео, то есть буквально через несколько секунд вам будет приходить это уведомление, я считаю это приятно, это информативно, и вы всегда будете в курсе всех новых моих видео, особенно стримов, кстати не забывайте переходить по ссылке внизу, ссылка будет на экране, это мой твич канал, на нем я провожу очень часто, очень часто розыгрыши аккаунтов, также сами стримы, я думаю многим интересно, так как я получил недавно партнерку, и оценили мое творчество, конечно же не только русской комьюнити, но и руководство твича, и этому я очень благодарен, и конечно же каждому, кто хоть раз был у меня на твиче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья, смотрите мои видео, качайте правильных монстров, и одевайте на них верные руны, всем удачи, пока-пока и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин